привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами хочу поговорить о ubuntu 1710 это не lts релиз версия гном да здесь у нас по умолчанию кто не смотрел обзор посмотрите и в этом ролике я хочу рассказать о своем опыте использования данного дистрибутива можно ли в принципе его использовать или стоит же подождать lts дистрибутив который выйдет в апреле следующего года итак давайте по порядку как вы уже наверное знаете если кто не знает узнаете то что ubuntu в 1710 она перешла на сервер рабочего стола wayland x никто не отменял он есть опционально вот и в принципе если у вас видеокарта nvidia то nvidia предоставляет пока что только свой x сервер под вейланд решение от nvidia пока что нет будет в будущем ну пока так что же у нас с самим вайланд скажу сразу друзьям приложения там по типу того же об с open broadcaster software на вейланд не умеет захватывать видео тоже касается и казам и simple screen recorder свой ланд умеет захватывать видео только green recorder это работает через раз очень частенько зависает но такие вот проблемы на иксах в принципе все хорошо да и на вайланде как бы стандартным то есть основные приложения не работают хорошо если приложение работает с графикой то здесь уже могут быть вопросы по поводу самой настройки системы в гноме да хоть он не модифицирован как бы не совсем все гладко с анимациями и с производительностью в плане плавности интерфейса и так далее как это можно частично решить да у меня машина скажем так не самая слабая 4 ядра по 378 их оперативки и видеокарта довольно таки неплохая от nvidia вот это можно немножко поправить понизив немножко сглаживание да допустим поменять из субпикселей на стандарт это немножко улучшит ситуацию вот ну а в принципе если переключиться на x и ну убунту как убунту вот я надеюсь до релиза 1804 вайлан все-таки допилят еще что хочу сказать после последнего обновления в этом дистрибутиве убунту 1710 также появилась 7 юнити от просто обновлениями его установили под и подгрузили как альтернативную оболочку и она есть если вам нравилось юнити пожалуйста почему бы нет можно ее использовать после обновления она у нас есть по умолчанию а так в принципе из положительного что хочу сказать то что безумно мне нравится центр приложений работает шустро приложение устанавливаются практически мгновенно то есть разница в быстродействии ну возросла в разы вот в принципе если вы не работаете с графикой не монтируете там видео вы не дизайнер то данную операционную систему я могу рекомендовать к использованию и в принципе это замечательное решение для веб программистов именно для gs разработчиков там php python но джи с прочих вот но если вы работаете photoshop милости просим wine либо ну либо это решение попросту не для вас такой мой отзыв в принципе кому не терпится можно использовать но используйте с x сервером рабочего стола но для всех остальных советую дождаться в тест дистрибутива многие кричали ubuntu не торт версии с нас 10 с гномом отчасти как бы модификация gnome от ubuntu мне по душе но немножко производительность именно самих анимаций и так далее подхрамывает все таки я считаю была ошибкой отказываться от unity 8 скажем так сервер мир сервер рабочего стола мир было довольно таки перспективным и у unity 8 были все-таки неплохие перспективы жаль что забросили но вот как то так ну что ж друзья будем прощаться спасибо то что посмотрели этот ролик пожалуйста напишите свое мнение по поводу ubuntu 1710 в общем будете пользоваться данная версия либо будете ждать lts дистрибутива что вообще в принципе думаете об убунту и о позициях в общем-то linux а сейчас как вообще обстоят дела хочу услышать ваше мнение повторюсь что основные наши социальные сети это twitter и telegram подписывайтесь кто не подписан ссылочки в описании ну все жду ваши лайки комментарии и прочее спасибо всем пока пока